Ежегодно 19 сентября в России отмечают День оружейника. Дата была выбрана не случайно. Месяц закреплен за Днем оружейника благодаря летописям 1508 года, в которых впервые упоминается профессия оружничева. А число выбрано благодаря церковному празднику Михайлов день, в который принято почитать покровителя небесных воинств Архангела Михаила. Так какая она профессия оружейника? Сейчас Максим Бурташов делает балансировку меча. Без этой процедуры использовать его в бою будет довольно проблематично. Так как рука устанет очень быстро. Макеты орудий Максим начал делать еще в раннем детстве. Свои первые работы мужчина вспоминает с улыбкой. Мне было 14 лет. Это еще не было. Я даже о ролевом ничего не знал. Его просто не существовало. Из куска, наверное, трубки от холодильника. Я на огороде, пока там все занимались, какую-то картошку копали или все, что-то родители. Я в этот момент ковал наконечник для стрелы. Прям вот он был кован. А дальше пробовал вырезать меч из доски, потом сделать приклад пистолета. Годы шли, Максим совершенствовался в оружейном деле. Его работы – это не настоящее, а бутафорское оружие. Макеты используют в ролевых играх, фестивалях и исторических реконструкциях. Оружейник создавал сабли, мечи, пистолеты разных временных эпох и даже фэнтезийных вселенных. Каждый макет проходит свой сложный путь от задумки к реализации. Это работа со справочной литературой, выбор подходящих материалов. Ну и дальше, соответственно, начинается воплощение. Мы ищем материалы. Мы начинаем, в связи с тем, что придумали, начинаем делать помаленечку, подгонять все это дело. Ну и самый последний этап – это, ну скажем так, разукрашивание. Кому-то нужны там красивые узоры, кому-то там интересно просто ловтунь красивый обернуть. Рабочий инвентарь, созданный мастерами, собрали в импровизированную выставку. Здесь мечи с клинками из текстолита, клинковые сабли, огнестрельное оружие и особый экспонат выставки – игровая модель пушки. Сегодня это эталонный образец ролевой пушки во всей России. Эти макеты оружия не только очень реалистичны, но еще они отлично стреляют. Продолжение следует...